Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы поговорим о Мадам С и о Кристине Никодимус. Давно был запрос на этих двух блогерок, на мать и дочь, и начнем мы, скорее всего, с Мадам С, у которой больше всего новостей. Вернее, новостей-то особых нет, но Мадам С регулярно продолжает выпускать видео, и в этих видео, как мы знаем, она затрагивает самые разнообразные темы. Так вот, в последних своих двух видео Мадам тоже прошлась по всем аспектам человеческой жизни, но то, что особо интересно для нас, это то, что Мадам рассказала нам, как за ней ухлёстывают местные мужчины. И, как правило, это молодые люди, которые оказывают Мадам С всевозможные знаки внимания и оборачиваются на нее, когда та ходит по улицам Бордо. «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли ты, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я». Вот в таком стиле Мадам С знакомится с молодыми людьми на улицах Бордо, вернее, они с ней знакомятся, подкатывают к ней, хватают за руки, целуют ручки ей, и даже иногда пытаются прильнуть к груди, как мы понимаем. Но вот, знаете, Мадам С это не нужно. Мадам С полностью отстраняет такого типа ухаживания и, опять же-таки, вот грустит, грустит по этому поводу, потому что вот ей хотелось бы ходить по ресторанам, по музеям, по выставкам, по вернисажам, по кафе, по барам с мужчинами. Но, чтобы они не целовали ей ручки, не лезли к ней обниматься и не держали ее за ручку, когда они совершают променад по улицам Бордо. Вот какая все-таки в жизни несправедливость, да? Вот у нас две блогерки примерно одного возраста. По-моему, даже Мадам С постарше, ну, речь идет, конечно же, о Лене Хэппи, ну и Валентина Мадам С. Здесь почти что ровесницы, и вот одна из них, Лена, вынуждена за свои кровные тащиться на другой конец земли несколько раз в год, переть всем подарки, снимать за свой счет квартиру, а потом терпеливо сидеть у изголовья спящей Василинки в надежде, что, когда он проснется, он непременно окажет ей хотя бы какие-нибудь знаки внимания, а не будет пялиться беспрестанно в свой мобильный телефон. А тут Мадам С, которая просто летящей походкой прогуливается по улицам Бордо и привлекает к себе столько внимания от молодых местных парней, которые готовы целовать ей ручки, целовать ей ножки. Помните, да, как у Аллы Борисовны в песне Мадам Брошкина? Купил колечко ей, купил сережки ей, целует ручки ей, целует ножки ей. Она такая, блин, такая-растакая, ну что он в ней нашел? А я такая, блин, такая-растакая, но мой поезд ушел. Ну ладно, не будем о грустном, потому что, как говорит коуч Галина Смит, если поезд ушел, и вы не успели запрыгнуть в последний вагон, то не стоит печалиться, потому что есть еще автомобили, вертолеты, самолеты, яхты. Так что еще есть шанс, что какой-нибудь принц вас эвакуирует на своем частном вертолете, даже если вы не успели запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Но вернемся к насущим проблемам Мадам С и ее семьи, потому что, как мы с вами понимаем, назойливые молодые парни, которые так и лезут к Мадам С, борясь за ее внимание, это не единственная забота Валентины Мадам С, у нее есть и другие интересы, и Мадам С вообще о многом думает, о многом размышляет, в частности о том, что из всего населения земного шара только 2% являются людьми, остальные 98% являются ботами, то есть биороботами. Я так понимаю, что Мадам С относит себя как раз-таки к этим 2% мыслящих людей, а я вот даже не уверен, куда я отношусь, по-моему, я все больше и больше смахиваю именно на биоробота. Но я не буду углубляться в эту тему, я в этом ничего не понимаю, я не читал те работы, те исследования, к которым отсылает нас Мадам С. Я хочу лишь сказать, что Мадам С опять в терзаниях. Мадам С не выглядит счастливой, Мадам С чувствует себя не в своей тарелке и хочет вернуться в Россию. Все думы о Россию и в тяжелую годину она хочет быть со своим народом, в своей стране, в своей квартире. Вы знаете, это меня совершенно не удивляет, потому что, в принципе, это вот та самая цикличность в случае с Мадам С, о которой мы говорили. Мадам С приезжает во Францию, потом, помните, в разгар пандемии на перекладных с помощью средств Фредерика, Мадам С все-таки вырвалась из Франции, и потом ее голова вынырнула у нас на экранах уже в видео «Привет из Казани», потом проходит несколько месяцев, эйфория спадает, и Мадам С снова выныривает у нас на экранах, но уже во Франции. И вот прошло несколько месяцев, и Мадам С уже снова поставила вот эту вот пластинку о том, что она хочет в Россию. С чем это связано? Ну, Мадам С, естественно, нам рассказывает. Говорит, что, наверное, она поднадоела Кристине в Пижаре. Но, приехав в Бордо, она понимает, что она и особо, и в Бордо никому не нужна. То есть, понимаете, вот такая Цветаевская какая-то апатия. То есть, помните Цветаева, когда мыкалась там между Советским Союзом и Францией, тоже говорила, «Тут я не нужна, там я невозможно». И мы все прекрасно знаем, чем это закончилось. И тоже, кстати, в Татарстане, но, правда, не в Казани, а в Елабуге. Но не будем о грустном. Я к чему все клоню-то? К тому, что, в принципе, ну, нам никто ничего не должен. Мы сами должны себе обеспечить какой-то комфорт в жизни. И вот так вот, если просто смотреть на это с обывательской точки зрения, то, в принципе, у Мадам С ведь не все так плохо. То есть, я понимаю, если бы она с Кристиной сидела в какой-нибудь однушке или двухкомнатной хрущевке где-нибудь, без балкона, без жарданчика, и они друг к другу капали на нервы, тогда действительно обстановка может накалиться. Но когда ты живешь в деревне, Кристины часто дома вообще нет, она где-то ездит, разъезжает по работе. У тебя есть своя комната, у тебя есть интернет, есть жарданчик. То есть, идет какая-то нестыковка, понимаете? Мадам С нам жалуется, но мы видим чистенькую, ухоженную женщину в очочках, нарядную, в бижутерии, на заднем фоне цветочки разноцветные, рядом кактус. И многие на это смотрят и не понимают, почему мадам С стонет. Ведь есть жарданчик, как я уже сказал, есть балкончик, есть своя комната, есть интернет, в конце концов, есть бассейн. Кроме того, полевые работы, я еще к ним вернусь, когда буду говорить о Кристине Никодимус. То есть, в принципе, это ведь еще и деревня. Можно, наверное, где-то гулять в окрестностях. Я вот практически тоже живу в деревне, за исключением некоторых вылазок в город. Я большую часть времени провожу в деревне. Катаюсь на велосипеде, есть прогулки пешие, ходи, гуляй. Ну, есть, в конце концов, бордо. То есть, в принципе, можно как-то организоваться, чтобы не особо соприкасаться, так сказать, с людьми, которые мыслят по-другому, даже если это твоя дочь. Ну, а говоря о дочери, в принципе, что можно сказать? Дело в том, что в одном из видео Кристина говорит, что они на семейном совете решили и постановили, что, скорее всего, они будут переезжать. Они продадут этот дом, в котором они сейчас живут в Пижаре. Дом принадлежит формально дочерям Кристины, да, потому что они наследницы в первой очереди. И эти деньги, которые они извлекут из продажи дома, будут заморожены на будущее. А сами они снимут квартиру побольше в Пижаре, и вот на семейном совете они решили, что это самый лучший вариант. Я так понимаю, что мадам С тоже внесла свою лепту, естественно, потому что она заинтересованное лицо, она заинтересована в том, чтобы из этой деревни уехать, чтобы она могла свободно гулять по большому городу. Я не понимаю такого решения, если честно, потому что мне кажется, ну, по двум причинам. Во-первых, сейчас не самая стабильная экономическая ситуация. Евро падает, если вы обратите внимание по отношению к доллару. Курс евро упал, грядут не самые стабильные времена в Европе, об этом предупреждают все европейские политики, я смотрю, европейские каналы. И, соответственно, прогрессирует инфляция. И та сумма, которую они извлекут из продажи дома сейчас и заморозит ее, то когда ее разморозят, мне кажется, от этой суммы останутся крошки-доножки. Если уж на то пошло, то мне кажется, лучше просто держать все в недвижимости, и это как-то более стабильно. Ну, это мой обывательский взгляд. И второе, второй пункт вытекает из первого, потому что будет нестабильность, проще будет выжить в деревне, потому что меньше соблазнов, меньше расходов, а главное земля. У Кристины там же фазенда, то есть можно все рассадить, посадить капуста, картошка, морковка. Кстати, мадам С этим занялась, вот она старая закалка, да, то есть мадам С показала нам рассаду, у нее уже капуста заколосилась, так сказать, у нее уже там моркошка, все пошло, то есть надо будет сажать. Выживать гуртом проще. Поэтому, как я говорю, у них не самая плохая ситуация. Они все близкие родственники, мать, дочь, внучки вместе. Сейчас много семей, которые оказались по разные стороны, можно сказать, за железным занавесом. Например, в Россию сейчас невозможно перевести деньги, да, или получить из России деньги. То есть такие ограничения. Им повезло, что они все легально находятся в одной стране, в одной куче, и могут как бы вместе выживать какими-то общими доходами с Ютуба, ну, в общем, с этим своим предусадебным хозяйством. Пусть все работают на этой флантации, хватит дочерям там бить баклуши, пусть все идут, запрягаются, пусть идут, работают, копают картошку, как это было раньше, да. Вот я так на это смотрю, не знаю, как на это смотрите вы. Ну, и последний вопрос, который у меня остался по мадам С, это вопрос развода. Я так и не понял, развелась она с Фредериком или нет. Уж сколько лет прошло с того момента, когда они начали бракоразводный процесс. Что они там так долго делят? У них нет ни совместного имущества, ни общих детей. Что там делить годами? А хотя, среди комментаторов уже давно прошел слух, что на самом деле мадам С разведена. Возможно, поэтому она так свободно себя ведет по отношению к мужскому полу, ходит на свидание, встречается с молодыми людьми. Как бы там ни было, я повторюсь, что у мадам С не самая плачевная ситуация. И если она действительно уже в разводе, я бы в случае с мадам С присмотрелся к мужчинам. Возможно, есть какой-то дедулька, которому уже ничего не надо, ни ручки целовать, ни ножки целовать, ни прикладываться к груди, а просто какой-нибудь интеллектуал, которому уже ничего не нужно, хотя тут, конечно, есть риск того, что придется стать нянькой, бесплатной нянькой, опять выносить судно, опять протирать мокрой тряпкой. А я так понимаю, мадам С это все уже опостылила. Она в свое время от этого бежала из Казани, потому что там тетушка ведь тоже маячит на горизонте, с которой тоже у мадам С не очень сложились отношения. В общем, везде хорошо, где нас нет. Но как только мы туда приезжаем, вдруг возникают какие-то проблемы. Ну вот в принципе и все, что у меня было по мадам С и Кристине Никодимус. Если у вас есть какие-то дополнения, какие-то комментарии, пожалуйста, делитесь. Я с удовольствием ко всему прислушиваюсь, все читаю, что-то для себя узнаю новое. А в свою очередь, я надеюсь, что у вас все хорошо, вы не болеете, пожалуйста, берегите себя. И, конечно же, до новых встреч на моем канале. Пока-пока.